И снова мы с вами встречаемся в прямом эфире целой серии, в целом цикле репортажей, материалов, интервью, которые посвящены развитию бокса в сегодняшнем Санкт-Петербурге. Вы, наверное, уже привыкли, что у нас с вами проходят эфиры из Центрального Зала Федерации Бокса Санкт-Петербурга, но сегодня у нас с вами прямой эфир, во многом неожиданный, во многом экспериментальный. И посмотрите, в какой мы находимся интересной атмосфере. Для этого есть хороший информационный повод, потому что я, например, никогда раньше такого не слышал, чтобы при зале бокса, при большом спортивном центре, где есть ринг, где есть ковры для борцов, где есть тренажеры, одновременно открылся еще и барбершоу. Да, да, дорогие друзья, вот сегодня вы имеете редкую возможность увидеть то, что происходит у нас с вами в зале Санкт-Петербургской Федерации Бокса по адресу Байконурская, 22. Повторюсь, Байконурская, 22. И теперь здесь открыт такой вот современный барбершоп. И так он называется, если, не знаю, видите вы, или потом отдельно посмотрите, он так и называется СФБ Барбер, то есть Санкт-Петербургская спортивная федерация бокса Барбер. Ну и сегодня у нас хороший повод есть в такой вот интересной атмосфере, в прямом эфире пообщаться с очередным героем, с очередным главным действующим лицом наших прямых эфиров. Дорогие друзья, сегодня у нас с вами здесь для вашего внимания представляем не кого-нибудь, а финалисты Кубка Екифорова-Денисова, победителя первенства России и победителя спорта-киады учащихся 22-го года, спортсмена, который совсем недавно написал проникновенное и лирическое стихотворение «Боксер своей страны великой». Об этом тоже мы поговорим. И так представляю Владимир Ермаков. Владимир, здравствуйте. Спасибо, что вы нашли время. Вот наша камера, вот прямой эфир. И сегодня нас смотрят посредством наших социальных сетей, спортивной федерации «Бокса Петербурга» и, конечно же, интернет-ресурса «Наш Боксерский Петербург». Смотрите нас также на Ютубе. Константин, здравствуйте. Подписчики спортивной федерации «Бокса Петербурга» вас тоже приветствую. Спасибо. Очень приятно здесь присутствовать. Спасибо за приглашение Федерации. Как вам вообще такой вот интерьер неожиданный? Вот расскажите. Не телевизионная студия, не офис, а вот барбер. И интересно, ну, опыт. Вот привык обычно к телевизионным студиям. И сейчас, так сказать, барбершоп, все выглядит современно. Можно даже сойти за телестудией. Ну, а скажите, вообще, боксер должен быть стильным? Не знаю, девушка, мужчина. У девушки, понятно, это отдельная планета. А вот мужчина-боксер, как он должен ходить своим стилем, прической? Мужчина-боксер, безусловно, должен быть стильным. Это привлекает внимание и к его личности, и к боксеру. Прическа – это все индивидуально на самом деле. Но я считаю, что стиль должен присутствовать во всем. Ну, вы с этого дня будете ходить вот в этот барбершоп? Конечно. Будете. Да и друзья, вы будете присоединиться. Да, хорошо. Федерация предоставки на возможность посещать. Я тоже буду приходить иногда подравнивать прическу комментатора. Дорогие друзья, давайте мы сегодня поговорим, наверное, о разных направлениях современного молодежного юниорского бокса. И, конечно же, давайте начнем с события, которое завершилось совсем недавно. Это спартакиада России, среди учащихся, которая проходила в Раменском. И сегодня у нас с вами есть хорошая возможность поговорить. А самое главное, дорогие цены телебокса, для вас есть потрясающий подарок, который вот у меня в руках, потому что на эфир Владимир привез золотую медаль. Давайте вот покажем, вот так, чтобы успели разглядеть. Она тяжелая, золотая, очень красивая, двусторонняя, сделана в современном стиле, здесь такой вырез. Конечно же, герб Российской Федерации и, конечно же, эмблема спартакиады среди учащихся. Давайте вы тогда побежите, наденьте как-то еще раз, потому что и больше наденьте, да и больше никому не отдавайте, только близким друзьям, и маме, да и журналистам. Хорошо, давайте сразу же, давайте, знаете, люблю такое говорить фразу, давайте под микроскопом рассмотрим спартакиаду. Ну, для начала, вы не так давно стали победителем первенства России, буквально начинается сейчас спартакиада. От многих доводилось мне слышать, даже экспертов бокса, что, ну, никакой особой разницы нет, поменяй названиями. Первенство, спартакиада, вот, скажите, так это или не так? Мне тоже от многих доводилось слышать, что уровень примерно как на России. Кто-то говорит, что спартакиады ценятся даже больше, чем Россия. Я, честно, не понимаю, почему, но уровень проведения соревнований одинаковый. То есть, и спартакиады в России, организаторы подходят одинаково. Количество участников было меньше, чем, в каждом весе, чем на России. Но при этом приехали лидеры, лидеры своих регионов, и поэтому уровень я вбег сказал, что как на России. В моем весе было всего 9 человек, на России было 13. Разница небольшая, но так как я попал на 4 боя, она вообще не ощущалась, по сравнению с Россией. Так как на России я тоже провел 4 боя. Ну, давайте поговорим о ваших боях. Здесь мы, конечно, внимательно наблюдали, смотрели прямые эфиры. Первые три боя, три боя, три победы, все досрочно. И даже такая уже родилась шутка, когда вы в третий бой победили во втором раунде, по-моему. Да, в третий? Нет, я все три боя. Все три первые. Ну, да, в общем, сразу же. Да, когда вы уже немножко затягивали, это как бы родилась такая шутка, почему не так быстро, да? Ну, все-таки как, почему так быстро эти бои проходили? Честно сказать, я сам не знаю почему. Не было цели оформлять нокдаун и заканчивать бои досрочно. Так получалось, что я попадал, видел, что соперник проседал, или еще что-то. Просто развивал атаку до конца. Судья открывали отсчет. Первые два боя я выиграл, то есть явным преимуществом судья, остановил бой сам судья. А третий бой я хотел побоксировать и продышаться, но в секунданте уже снял бойца. Поэтому так получилось, цели не было, выиграл досрочно. Вот часто общаясь за большую журналистскую карьеру с тренерами, да, с промоутерами, любительских, профессиональных боксеров, часто многие говорят, что быстрая победа, она не так и хорошо для самого боксера. Верно, это именно так, потому что ты привыкаешь быстро побеждать, это откладывается в нервной системе. Выходишь ты на бой и уже думаешь, что можешь выиграть в первом раунде, это с психологической точки зрения. А с функциональной, то что ты будешь, в принципе, проводить мало раундов, организм отвыкнет уже боксировать по три раунда, по четыре, по шесть, смотря где боксируешь. И будет тяжеловато, если парень попадется, ты не сможешь выиграть его досрочно. И все три раунда, все четыре раунда, опять будет себе тяжело боксировать уже. То есть и психологически, и функционально ты привыкаешь боксировать малое количество раундов и выиграть досрочно. Поэтому надо, на самом деле, стараться боксировать по дольше. То есть есть и обратная сторона, да. Обратная, безусловно, есть и у того, у того. Но если боксировать, иногда боксировать полную дистанцию во всех боях, то большой риск получить травму, повреждения, еще что-то. То есть это все бокс, поэтому медали две стороны всегда. Вы даже считали, что уже после финала, что это могло сказаться и на финале как-то, да? Вот сами откровенно в этом сказали. Да, потому что надо, можно сказать, продраться перед боем, то есть продышаться, продраться, чтобы выходить на следующий бой, потому что функционально уже более готово. Мышцы уже подпривыкнут. Ну, подпривыкли к этому темпу, но точно на следующий день боксируешь. То есть ты восстановился, ты подпривык, а я вышел на финал, не продышался. Из-за этого у меня немножко стали ноги, немножко забились руки. Но в полуфинала хотел продышаться, как раз перед финалом, чтобы в финале уложиться на все стороны. Ну, давайте немножко поговорим про ваш финал, потому что он продлился всю дистанцию. Соперник достаточно сильный, да, Александр Толмачев из Кемерова. Несмотря на такой молодой, ну, все там одного возраста, да, но мне казалось более опытный, да, и вспомните финал. Вот давайте про финал. Более опытный Александр, да, действительно, он более опытный. Так как я боксу всего два года, у Александра уже было за 100 боев. Ну, меня это никак не смущало, я на это никогда не смотрю. Я хожу просто боксировать, мне не важно, откуда соперник, какой у него рекорд, какой у него штаж занятий боксом. Про финал скажу так, что выходил боксировать все три раунда, меня настраивали боксировать, говорили, что парень крепкий физически, может ударить. Я это принял внимание, боксировал аккуратно, хладнокровно, и понимал, что по очкам я, в принципе, смогу его переиграть, потому что мой уровень бокса намного лучше, чем его уровень. И, в принципе, так и оказалось, я весь бой добил, прессинговал, если не учитывать нокдаун во втором раунде, то забрал бой в одну пассу. Ну, давайте вы сами напомнили, что произошло во втором раунде. Мне показалось, что вы просто подскользнулись, нет? Да, да, я объясню, что это. Это следствие моей технической неподготовленности. Во время удара я слишком, слишком в заднюю ногу поставил вперед, слишком далеко. Из-за этого не смог поймать реновесие, нога вылезла вперед. И мой Александр в этот момент нанес удар. И из-за того, что я потерял реновесие, я упал, но никак не от удара. Просто все выглядело, как нокдаун, если я правильно считал. Но упал я не из-за удара. Если бы я действительно пропустил такой сильный удар, из-за которого получил нокдаун и упал, я бы не смог так резко встать и продолжить боксироваться. Конечно, тяжелый вес. Но это все просто моя техническая неподготовленность. Ошибки есть у каждого. Мы работаем над этим и не справляемся с командой. Скажите, пожалуйста, когда произошел этот нокдаун, ваши болельщики, наверное, ахнули просто, потому что, когда смотрели прямую трансляцию, действительно, со стороны показалось, что такой не очень хороший для вас эпизод. Но вы уже изнутри видели, что это лишь эпизод, да? Ахнули все, и после боя мне все мои близкие сказали, что я заставил их понервничать. Да, вот я об этом. Ну, это бокс нервничает, нервничает всегда, даже не во время нокдауна. Ахнул даже весь зал. Не то, что мы болельщики, а весь зал. Я, когда получил этот нокдаун, подумал, вот, все увидели, что и победителя России можно уронить. Ну, люди зато поволновались, получили какие-то эмоции. На этом взял шоу небольшое. Сам того не хотят, не желают. Вы уже как профессионал, да? Было не скучно в любом случае смотреть, не скучный бой. Интрига сохранялась до самого конца. Знаете, мне показалось, что когда вы начали первый раунд, проводили, вы уже не выступали, может быть, волнение финала, давление, но все равно вы не выступали, вот, как такой панчер, скорее более, вот, как технарь, вот, старались из-за джеба, из-за дистанции. И так это было? Да, я не стоял, не старался опять все-таки зарядиться на удар. Я боксировал в привычной для меня манере. Три боя до этого я провел не так, как я всегда боксирую. Я обычно работаю ложным первым номером. То есть я прессингую, но всегда, как я всегда работаю на контратаках, я жду, когда соперник на меня бросится. Александр на меня не бросался, он отходил, я постоянно прессинговал был джебом, и он на меня не бросался, как я хотел, в принципе. Из-за этого я сам провалился и сам на него бросался. Ну и, да, я не работал в панчинге, потому что я, это я понял, что это финал, либо ошибка может дорого стоить, поэтому я старался делать все аккуратно и адвоксировать три раунда. Ну да, так и есть. Финал, наконец, закончен, поднимают вашу руку. Вы часто говорили, что, например, на Никифорову и Денисову, на первенство России, когда дело доходит до подсчета очков. Вот что это за состояние, когда вот ждете российского решения? Его не описать словами, просто миллион действий происходит сейчас в голове, сейчас поднимут его руку, сейчас поднимут мою руку, и постоянно ты это перебираешь, вот в эти доли секунды, перед тем, как поднять руку. Вот это эмоционально, это тяжело, вот выждать этот момент, это ощущение, что минуты тянутся намного дольше, чем они есть. Вот. А на спартакиаде у меня такого чувства не было. Я уверенно знал, что я выиграл два раунда. Я забрал бы и второй раунд, если бы не этот нокдаун, потому что по очкам я его выиграл. В раунд отдали Александру лишь, потому что был нокдаун. Ну да, да. И в углу тренер мне говорит, ну что, как думаешь, не переживай. Мы нажимили, все в порядке. Все, в принципе, я победил. Вас кто секундировал в этом бою? Я секундировал Микофф Алексея Анатольевич и Ренат Ришев и Наш Амельевич. Моих тренеров не получилось, к сожалению. Я поехал с тренерами в сборной юниорской. Да, я на этом специально акцентирую, потому что, конечно, Ренат Ришев опытнейший, тренер, прекрасный специалист, сам мастер спорта международного класса. Они как-то вот вам доверили вести бой как идиот или подкорректировали все-таки перед этим раундом? Они давали такие советы, которые со стороны, ну, заметно ошибки, со стороны можно дать совет. А так я придерживаю Сапана, который мне дал мой шеф, Руслан Козырич. Мы до боя Ирина Шемельевич и я созванивались с ним, обсуждали все детали, Ирина Шемельевич меня просто выводил и корректировал такие маленькие ошибочки. А в основном они мне доверяли. Здорово, просто супер. И медаль, наконец, вот, да, медаль, медаль в Петербурге. И я тоже, кстати, обратил внимание, что награждал вас тоже легенда советского бокса, да, Сергей Ковалевский, по-моему, да, там, по транспорту сложно было понять. Но такая церемония, такая тоже, так же. Да, он ко мне подошел, сказал, что переживал за меня, подсказал мне весь бой, сказал, что Ренат Шемельевич его близкий друг очень, да. Да, вот я об этом говорю, да. Ну, пожалуй, Ренат Шемельевич сказал, что молодец, перед ищем над чем работать. И это самое главное. Давайте немножко отречемся от вашего конкретного выступления и немножко посмотрим со стороны на выступление петербургской команды в Раменском. И я думаю, что действительно это тоже большой успех. Пять медалей, ваше золото, да, два серебра, две бронзы. Расскажите немножко, как вы там жили. У нас, кстати, команда, я посмотрел специально, вот, протокол стартовый. Прекрасная команда была, мальчишек, да, все 13-й категории, три девушки выступали на спартакиаде. Вот, расскажите про вашу команду, как она была. Нам-то не подсмотреться. У нас была такая шутка, вот, в команде, что те, кто ходит со мной, Саша Газданов, обычно выиграют, ну, и протокол соберут. И жил со мной в комнате я, Саня, Никита Дебелый финалист и Глеб Дененко финалист. Собственно, мы с Сашей шутили, что жили они с нами в комнате, общались только с нами и дошли до финала. Обидно, что Саша вдруг не дошел, я очень за него переживал, верил в него больше, чем в себя. А команда... Ну, в принципе, ребята... Ну, у Саши бронза. Я знаю, что он ваш друг, я знаю, что он ваш хороший друг. Да, это вот бронза, но хотелось намного выше, чтобы... У него этот турнир был по силам, все-таки. И очень хотелось, чтобы он выше степеть не стало. А команда... Команда дружная, они все друг друга, все меня поддерживали. Те, кто проигрывали, они приходили на бои, все равно болели, переживали. Как сказать... Общался не со всей командой. Вот я больше... Больше они со мной общались. Когда подходил советы, что-то спрашивал. Ну, брали пример, как бы говоря. И шамринаша видишь, говорю, вот берите пример вот этих ребят. Ты показывал на меня, Саша, потому что мы тренировались. Там все такалии, мы пошли тренироваться в день. Скажите, а вот Семенов Степанов все-таки чемпион города среди взрослых. И победитель Ликиферова-Денисова. Как у вас с ним отношения? Все-таки, ну, у него тоже бронза. Ну, так, ну, товарищи по сборной, мы еще хорошо общались с сборной, по этому отношению есть нехороший. Тоже хороший человек, парфи-парень, да? Немножечко ей не повезло. Тебе, Киаде, он боксировал с соперником, которым уже раньше встречался на первенстве России, был юношем, да, он на финале тоже выступил. Семен боксировал в весовой категории 67 килограмм, а встретился с соперником в 67, который тоже выступает в 63 500. То есть они вдвоем боксировали с одного веса на весовой выше. Интересно, потому что, конечно, тоже все-таки две бронзовые медали. Ну, и давайте немножечко вам, наверное, никак было не посмотреть. Вы сами готовились к финалу или удалось посмотреть? Это была утренняя программа, потому что не удалось. Вот расскажите, я, например, я, честно говоря, был очень удивлен решением судей по Гребу Этлиненко. Я сейчас не буду, давайте не будем критиковать судей, это не в правилах нашей программы. Но, согласитесь, удивительно немножко решение, да. Я не удивился. По-моему, Глеб выиграл один раунд из трех. Выиграл один, да. Все-таки его Андрей Беглеванян перепоксировал. Он был сенеутом боя. Возможно, было много грязи Беглеваняну, когда вот этот вот парень повязал. Да, конечно, когда... Возможно, даже можно было бы снять балл. Балл не сняли, да? Балл не сняли. Судя вроде бы показал, но балл почему-то не сняли. Ну, много грязи было бы, Глебу чего-то не хватило. Ну, да, все-таки финал. Ну, и тоже, конечно, разделенное решение, которое случилось. У Никиты Девелова 48 килограммов. Там тоже судьи не смогли определиться с... Никита Молосец вообще очень сцеплинированный парень, пахарь. И я считаю, что полуфинальный бой против финалиста России с Сузданием он провел намного лучше, чем финальный бой. Тоже ему ничего-то не хватило. То ли не настроился, то ли подгорел. Но он, если бы он отбоксировал так, как он отбоксировал в полуфинале, он бы уже снял. С соперником с этим он отбоксировал третий раз уже. Третий раз ему проиграл. Ну, а вы как считаете, почему судьи вот не определились в своих симпатиях? Потому что я тоже считаю, что Буган был очень близким, на самом деле. Ну, я считаю, что один раунд, ну, с судьями дней. Ну, я тоже нет. Друзья мои, помните правильно. Мы в них вот вообще не утверждаем, что это вот какое-то, знаете, ограбление судейское. Нет, нет. Но действительно так со стороны, может, со стороны трансляции казалось, что там разделенное решение. Тут может быть где-то, да, особенно первый раунд, конечно же, мне показалось. Глеб получше. Ну, тем не менее, действительно большой успех. Пять медалей, молодцы. Пять медалей, перенесицы спартакиады. И золотой призер, чемпион у нас сегодня в студии. Это, конечно, здорово. Владимир, скажите, пожалуйста, вот действительно, мы поговорили о хорошей команде, хорошей тренере. И вот мы сами вспоминали, что победу свою в Суздале, что очень был короткий промежуток. Как вот он у вас не сказался на вашем состоянии? Нет, потому что, можно сказать, я из Калии вообще не вышел. Я приехал в Суздале, сразу начал готовиться к ЕГЭ, там постоянно мозговая активность была. И параллельно с этим я готовился к спартакиаде. Я понимал, что этот турнир тоже надо выиграть, он очень важный. И, грубо говоря, приехал с России, перегурил дней пять, и все, и снова на тренировке. Двухдневные тренировки, параллельно с ЕГЭ, я с дома не выходил. Может быть, это так и сказалось, что я подошел вообще в наилучшей форме. Ну, действительно, потому что вы говорите, что еще готовились к ЕГЭ. Как это на практике происходит? Вы приезжаете с тренировки, отдохнете, готовите? Это был кошмар, я вам скажу. Потому что сначала я думал, начну готовиться после Нового года. Новый год наступил, потом начну готовиться в конце весны. Достывал конец весны, думаю, ладно, с России приеду, буду готовиться. Так это, в принципе, и происходило. За две недели я подготовился к ЕГЭ, грубо говоря, с нуля, сдал его. А как это все происходило? Я просыпался, решал пробник какой-то, шел на утреннюю тренировку, приходил, ехал в школу, у нас была консультация 2 часа по биологии, приезжал домой, снова что-то учил, ехал вечером на тренировку, приезжал и опять учил биологию. И так две недели без остановки, не выходя из дома. Это куда-то вы будете поступать? Да, в Лезговто. В Лезговто, да. И как сейчас ситуация? Ну, я встал хорошо, я документы вчера подал, поэтому нужно вступить в испытания. Ну что ж, давайте пожелаем успехов Владимиру на этом поприще. Вы знаете, давайте два слова скажем, потому что я очень хотел пригласить вас в студию, поговорить, наверное, конечно же, и вас, и действительно героев покорения, так назвали, мы все герои покорения создали. Вот, и, конечно же, и Семёна хотели позвать, но нам сказали, что вы ходили на радио «Зенит», да, то есть как бы вот, это шутка, но они нас опередили. Расскажите, как прошел ваш эфир, что вас спрашивали? Спрашивали как раз о финальном бою, о моем настроении после боя, о подготовке, о планах на будущее. Да и так поговорили просто обо всем, о боксе в Петербурге. Ну, интересно, вам понравилось? Мне понравилось, потому что, ну, я, в принципе, разговорчивый, я люблю разговаривать, и мне очень понравился новый опыт у меня. Чаще всего приглашали куда-нибудь на разные эфиры, у нас связано. Это мы учтем. Не просто, скажем, честно сложился для вас финал, и, конечно, ваш соперник, Амнахмед Расуев, вы ему проиграли, да, по очкам на Никифорова Дениса. Какой-то уже был третий бой ваш, да, вот? Это наш третий бой был, да, на России. Я сейчас говорю про Россию. Ну, я думаю, что роль небольшую сыграл фактор реванша. Несмотря на то, что меня очень хорошо подготовили, безуполнями были сильные спарринг-партнеры, Ваня Верясов, Миша Махнаткин, Куслан Колесников, у меня была очень хорошая подготовка, и роль еще сыграл фактор реванша. То есть, если ты кому-то уже проигрываешь, то на реванш ты выходишь уже более мотивированный, с большим желанием выиграть этот бой, чем соперник. Ну, бой был непростой, действительно. Первый раунд ушел в ту сторону. После первого раунда, мне говорят, Володя, не поднялся в порядке, делать свою работу, все будет в порядке. И там тренеры были ваши, это право. Нет, они были. То есть, там были кто у нас с вами. То же в нашей величине, то же самое. То есть, вы думаете, что где-то мог было попроще, если были бы русланки за реванши? Никита Сергеевич, они меня заряжают своей энергией. Никита Сергеевич, как все знают, они не только вас, они всех заряжают. Никита Сергеевич, харизма нереальная, он перед боем может зарядить настолько сильно, что ты вылетишь на рейк. Руслан Хозырьевич, это очень грамотный, очень умный подсказки. Руслан Хозырь, достаточно сказать пару слов, и ты помешь уже весь план на бой. Да, да, это согласен с вами. Владимир, скажите, пожалуйста, вот там вот тоже, конечно, как-нибудь мы вопросим Владимира, чтобы он привез с нам в студию пояс и другую награду за успех в Суздале. Вы тогда сказали в интервью, что до конца все-таки не верили, что пояс будет у вас, что и так вот эмоционально все оставили. На Никифорову бой был близкий, я думаю, что я его выиграл, и там думали большинство людей в зале, и те, кто смотрели трансляцию. Вы мне не отдали, бой ушел раздельным решением в судьи. Я ссылался на то, что он победитель первенства Европы, и, в принципе, шел под первый номер, и в близком бою он был предпочтитель Микосури. То же самое я думал, что будет на России, так как бой был близкий, два нокдауна. Я ему тоже, конечно, оформил нокдаун, но его на его счет, два их было. И опять все-таки близкий бой, и я до последнего не верил, что победа. Я думал, что опять будет друг друга. Вы тогда признали, что даже ваша мама заплакала? Да, конечно, она заплакала. Потому что сегодня у вас такие эмоциональные напряжения. Меня очень сильно поддерживают, она всегда в меня верит. Как вашу маму зовут? Юлия Миклова. Ну вот скажите маме спасибо, скажи маме спасибо тебе за веру, я тебя люблю. И мы присоединяемся. Спасибо вам, что такого замечательного вырастили сына, который теперь гордится не только Петербург, но я думаю, вся Россия со временем. Я думаю, что вы достойны сына, и поезд чемпионский. Я думаю, что вы достойны сына, и поезд чемпионский. Я думаю, что вы достойны сына. Так что мама, спасибо вам огромное. Друзья мои, я напоминаю, что сегодня может быть, недавно включились, хотя вы можете посмотреть запись, конечно, нашего эфира. Если вы недавно включились, то у нас сегодня программа во многом такая необычная, экспериментальная. Повторюсь, что мы находимся в зале бокса, в спортивном центре, прекрасном, современном федерации бокса Санкт-Петербурга на Байконурской, 22. И ведем наш репортаж, наш прямой эфир из нового современного барбершопа. Вот так вот сегодня мы здесь работаем. И это прекрасная локация, так и называется. Барбер, спортивный. Барбер, ну так ничего, мы расстроились, да? Да, как дома. Как дома? Здорово, как студии, да. А сколько, пожалуйста, вот когда выступаете, обычно объявляют, что... Ваших тренеров, вот сейчас, например, объявляют, что... Конечно же, Дайва, конечно же, Томилова, спасибо огромное. Но еще объявляют, ты, конечно же, человек, который не беспрекословный авторитет у нас с вами в мире кикбоксинга, да? Это Артем Исаев из Кингисеппо. Вот как вот там, расскажите, кто-нибудь не знает. Сейчас, секундочку. К объявлению тренеров. У меня три тренера, еще есть Левец Викторович. Но там всего два подпункта, куда можно писать тренеров. На перенес России я написал Дэна Викторовича, это тоже было два подпункта, в втором бы его не озвучили. А так у меня еще есть третий тренер, физической подготовки Дэна Викторовича. Просто я не мог его написать, потому что не было этого планки. Первый тренер Исаев Артем Игоревич, да, это мой тренер с Кингисеппо, который взял меня маленького, начал с моей работы тренироваться, и тоже, в принципе, поддержал, ну, заложил базу у меня какую-то, поддерживал, возил на турниры, можно сказать, одного единственного с Кингисеппо верил, на серьезный турнир меня вывозил, поддерживал, и с легкостью меня отпустил в Питер, понимал, что надо развиваться, и сказал, едь, успехи теперь, всегда рады тебя видеть в зале. Как ваши успехи в хитбоксинге? Какие, чем вы можете похвастаться? В 2018 году поехал на первое для себя перенесство России, по юношам при 14 лет, сразу занял третье место. Через год я поехал в 2019 году на еще одно перенесство России, и там я вступил победителю перенесства мира в первом бою, в 2020 году был карантин, и через год я уже переехал в Питер. Вы решили посетиться. Мне не переживает сам кикбоксинг, что потерял такого бойца. Я не права, а вот про... В Питере очень много это стоит, и боксеров, поэтому я думаю, никто не переживает. Да, да, ну что ж, мы давно дружим, мы общаемся, конечно же, давайте тоже скажем спасибо. Артему Игоревичу, что, конечно, вот такое вот он нам с вами подарил. От сердца кикбоксерского оторвал. И еще я хочу сказать спасибо огромное Юнусову Рашиду и Калашникову Александру за то, что они привезли меня вообще в Питер, заметили меня, показали меня и Руслану Кузыровичу, и Никите Сергеевичу. Спасибо им огромное за это. То есть они... У меня знакомый с Кикисеппо с ними связался, говорит, у тебя есть хороший парень, я приехал, они увидели во мне потенциала и начали помогать, чем могли. Я у них ничего не просил, но они все равно мне помогали, поэтому спасибо вам огромное за это. Спасибо, да, Александру Калашникову, это тоже наш большой друг, и помогает нам. В большом сердце, ребята. Да, очень здорово. Кстати, я вот знаю эту историю, когда в 21-м году, в марте, дорогие друзья, даже вы, может, этого не знаете, даже эксперты бокса, но вы приехали в Санкт-Петербург, в центральный зал, достаточно большая команда, наверное, да, из Кингисеппо, на такую вот выездную тренировку. Что это было? Скажите, как это? Вы не знаете. А это как раз эти были спарринги, на которых я познакомился и с Александром Юрьевичем, и с Рашидом. Вот как раз мне знакомый привез на эти спарринги, показал меня, они на меня посмотрели, сказали, что я хороший парень. То есть это были просто обычные спарринги, обычная сборная. спарринговал, подвигался. Понял, что такой питерский бокс загорелся этим. И понял, что мне это точно надо. Я думаю, это день тоже определяющий, потому что, вроде, он был незаметно, но приехали на открытый тренировку. Обычно сборная вроде, да. Да, в судьбе как бы сыграл. Да, наверное, всех судьбе. Я думаю, что Александр Калашников, который нас сейчас смотрит, и другие тренеры, и, конечно же, Денис Левец, естественно, тоже мы всегда его упоминаем. А, конечно же, тоже гордятся своей работой. Это бесспорно. Вот вы сказали сегодня в интервью, что спарринговали с Колесниковым, с Мохнаткиным, с Верясовым. Но это как бы уже монстры ринга. Как вот вам с ними-то? Расскажите. Это уже уровень. Мне тяжеловато на самом деле. Но именно в таких спаррингах ты растешь. Если у тебя постоянно есть какое-то напряжение, постоянно опасность какая-то тебя последует, то ты, несомненно, растешь. Это, может быть, не сказывается моментально за неделю, за две. Это долгосрочная перспектива работа, но результат видел. Можно сказать, тут на России я боксировал, что на России, что в Раменском. Я своих соперников физически просто не почувствовал, да и тактически так же. Потому что у меня были такие хорошие спарринг-партнеры. То есть меня жестче, чем они, не напряжет уже никто. Майнером точно. Все разные, да. Миша Махлатки тоже дебютировал в боксах профессиональном. Да, тоже большой шаг в его карьере, в блестящей карьере Мэй. Кто... Ну, все разные, но кто вот так вам сложнее, кто там по стилю неудобный, кто так вот. Колесников Руслан, потому что он очень быстрый, легкий, маневренный. То есть у меня проблемы с быстрыми бойцами. Но не увесовая другая. То есть тоже болеза. И обычно меня ставят супертяжеловесы. У меня есть еще в зале Бибулата, Саев, Ваня Верасов. С ними тяжеловато за счет того, что они такие тяжелые, могут попасть очень тяжело. И физически просто мне мощи не хватает с ними на равных спарринговать. Поэтому где-то я беру там хитрость, где-то ударил, бегу, побегаю по рингу, бегу Бибулата, бегу, побега, убежал. Потому что я пока что не так еще большой, как они может не хватает. Но Баня Верасову. Быстрый. Ну, тяжело вивши. Я не стал. Никогда не хочет это так. Снагиелову. Олбовоу. Никогда не хочется. Не везти какие-то. Выбегу. Я были за радиусомы. Объявляешься. Занимался кикбоксингом. все кричат из зала и я знаю такого нет Анима, скажите пожалуйста вы наверняка как то уже боксируя и с сильнейшими сверстниками на России на спартакиаде в Петербурге проводя спарринги много смотрите много анализируете как то вот уже представляете будущих соперников своих вот с этим я бы хотел нет вообще в истории бокса может быть конечно я был на взрослой сборной на Еврусе на сборах там я стоял с большим количеством ребят в парах с моими потенциальными будущими соперниками вот расскажите интересно кто там так тяжеловато я скажу потому что они все таки постарше я не до конца еще окреп и Дороничев Ярослав я с ним стоял в парах чемпион России в 2020 году и финалист в 2021 вот возможно потенциально мой будущий соперник он очень много я знаю практически всех то есть я такой оснащен информацией да почему мне с вами интересно говорить и проанализировать весь турнир в Граминском создали глазами вашими как не только участника но еще как изнутри как эксперта даже сейчас модно в боксерской такой аналитике я бы сказал экспертизе такая ну это новая фишка когда берут легендарных боксеров современных боксеров это называется фэнтези файт как бы фантастический бой бой который мог бы быть и вот давайте представим например такой плакат в одной части Владимир Ямаков а вот другой кто бы вам так хотел как бы с кем бы хотел ну да такой знаете Александр Усик билеты или еще и еще пожалуйста Усик кого еще можем Томми Моррисов боец был супер незасложно забытый сам он сам виноват это да судьба он по моему торгически погиб уже что то такое но не будем но не будем дайте по крайней мере есть у нас повод и возможность вспомнить историю бокса Владимир Ямаков кстати знаю что вы были вы были на баскетболе да вот честное которое такое сделали вам прямо во время игры тоже такой матч десятилетия был Зенит ЦСКА и вы поехали на Сибур-арену там вас поздравляли сделали с золотом первенство России и там сделали вам возможность посмотреть в подарок вот расскажите как это как вы на баскетболе во-первых в Зенит поздравляем молодцы вырвали нереальную победу в этой серии краса красавца первый раз я пришел на баскетбол вообще мне очень понравилось очень динамично я был на футболе и честно сказать баскетбол мне понравился больше больше динамики больше действий больше шоу это мне намного очень нравился баскетбол ну еще так сходим конечно но с вашего как у вас таки рост сейчас был вес в росте метр девяносто шесть но мечты никогда не было в детстве мы в школе играли на школьном уровне баскетбол в область даже выиграли ленинградскому баскетболу то есть баскетбол я умею играть но в душа лежит бокс то есть вы можете переключить там когда свои ну как сказать все могу снять перчатки боксерские и взять мячик баскетбольный пойти поиграть могу конечно а что это была за история когда вы ставите за кингисепп чемпионов области был год перед карантином у нас была область по баскетболу в кингисеппе мы ее выиграли и должны были куда-то дальше ехать не знаю на зону а в итоге все обломалось вот видите какая интересная сегодня история у нас еще одна образовалась так же поздравляем вас теперь надо объявлять что вы еще внедритель первенства для новости по баскетболу так скажем добавлять Владимир не могу сегодня не поговорить о том что не так давно месяца два назад в социальных сетях кстати кстати Александру Калашникову спасибо это он мне посоветовал он мне написал смс что Константин вот почитайте молодой боксер перспективный написал такие непроникновенные патриотические стихи которые так начинаются что боксер с своей стороны великой как вот вам приходят такие строчки бывает много что я просыпаюсь или иду куда-то совершаю любое действие и вам в голову мне приходит вдохновение я в голове накидаю 2-3 строчки и это запомню запишу в телефон и дальше тему развиваю то есть вдохновение приходит по нему периодически я в принципе люблю учить стихи читать стихи писать мне написано много но не больше так романтически это первый такой патриотический про спорт там больше про то что спорт вне политики всегда да это главное да ну просто пришло вдохновение решил написать почему бы нет честно написал его за 10 минут то есть много времени на это не потратил друзья мои на страничке Владимира в социальных сетях просто вам советую зайдите посмотрите почитайте у нас с вами сегодня нет времени об этом говорить цех другая программа а мы просто вам советуем а может со временем вы издадите сборничек такой почему нет если будет еще что-то стоящее что-то напишу почему бы нет Валуев писал стихи Мохаммед Али писал стихи кто то еще наверное да языки боксеры разносторонние личности они не толку умеют лицепить а вот знаете такой был хороший боксер очень в свое время писал хорошие стихи тоже пушкин пушкин Александр Сергеевич да я куда я хочешь боксом занимался да тоже стихи писал да правда да хорошее рассказывает 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 сказки а как у вас вот выглядите с юмором нормально да можете там посмеяться там анекдоты про боксеров я очень люблю очень люблю над всеми пошучивать и фестиваль так сказать даже на спиртаниаде я там подколол сборную в Москве после всего второго боя могу рассказать расскажите конечно вот камера я боксировал я с москвичом третий номер он проиграл чеченцу моему полуфинальному сопернику в полуфинале на россии я боксирую и слышу что Москва они там команды кричат Москва начинают хлопать и я оформил нокдаун я боялся к ним давайте покрутите Москва они начали кричать Москва вперед Москва вперед боя все третий нокдаун в дальнейшем бой остановлен я подхожу свыку поднимаю руки и крикну Питер вперед после этого все мне сказали и Тюменьские ребята и Краснодарские что я молодец круто я Москву потроллил можно сказать и молодец в принципе повеселил там всех на трибунах кроме одной Москвы Москва почему-то разозлилась они почему-то удивительные они почему-то разозлились на следующий день я встретил ребят с Москвы трех или четырех человек говорю ой ребят не бейте только я шутил ну Москва-Питер Зенит-Спартак да 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 все в рамках разумного никакого негатива у меня в Москве не было это просто я решил подколоть их немножечко Владимир не могу вас не спросить спасибо кстати такую историю интересную не могу вас не спросить вот сейчас проходит турнир да победа где очень хорошо выступает сборная Петербурга называется Ленинград тоже так патриотически да посвящена конечно же победе над фашизмом в Великой Отечественной войне и как вы смотрите следите за выступлением я конечно слежу почти результат всех боев знаю турнир очень интересный это можно сказать тот же самый Кубок России только уже в полупрофессиональном формате и с более большим масштабом потому что Кубок России там проходит за неделю за полторы а тут целый месяц уже на турнир уйдет и турнир очень интересный мне очень нравится формат я по самому у него выступил пока мне, к сожалению, 18 лет и так я выступил за Ленинград еще обучать городу ну Поповские победы там Колесников Красавчики да просто ребята тачат Питер то есть вырывают победы там Колесников третий раз спас команду там счет уже 2-2 там от него многое зависит третий раз вырывают победы молодец да да Илюха считаю, что и профессиональное будущее у них прекрасное вот Вы сказали Вам понравился формат как Вы себе представляете в основании без майки атмосферу вот когда выходят рингиол, перчатки гораздо меньше entre мне не было под привыкнуть любительский бокс не такой масштаб не такое волнение ты выходишь на бой не так много народу смотрят предварительно не так много народу смотрят не такой масштаб а тут уже все по профессиональному формат приезжает весь Питер это вот волнительно немножко и к этому надо под привыкнуть вот так я вижу себя в профессиональном боксе здорово это отлично у вас татуировки это что это просто понравились мне эскизы хотел сделать для себя это что означает что это? лев это мой знак зодиака честь, храбрость, мудрость красные глаза означают что пулки характер это просто понравился эскиз но если углубляться в смысл череп это оберег все права все права все права а вы же 21 августа все права знаем секреты все знают все знают очень насыщенная получилась у вас весенняя часть в мае вот сейчас лето это не какое то пресыщение психологического или вот плюс ЕГЭ плюс не, нет, я отдохнул дня три, понял что все я отдохнул молодой в принципе энергии сил полно поэтому я отдохнул и готовил снова за работу сейчас я возьму снова небольшой отдых на неделю и дальше продолжим тренироваться и готовиться к будущим стартам ну а где вы все таки черпаете вот вы можете увлечься не знаю, литературой, поэзией можете кстати а вы что читаете из литературы силы и психологии читал много раньше а так сейчас основа фантастика конкретно что-то такое 1924 451 по Фаренгейту очень понравилась книга «Цветы для Лажернона» теперь одна из моих самых любимых «Трудно быть Богом» братья Стругацких начал читать и в принципе достаточно большую статью почитал «Юникорн» «Сила подсознания» «Разбути себя исполина» «Остановление себя как личности» «Самореализация» «Самурай без меча» «Психология» еще еще надо записывать, дайте об императоре японской, который который без меча стал самураем без убийств и потом только следствие стал императором ну достаточно чуть-чуть много вы потом знаете, сделайте, пожалуйста, нам такой список 10 лучших книг по мнению «Вадимир Леопов». «Делайте, пожалуйста, я не шучу, сейчас я первый раз еще что сделаете выставим на сайт социальной сети федерации и ваш аккаунт Вадим, спасибо огромное, у нас так быстро пролетели нам отложенные 40-50 минут вроде обо всем поговорили и вы действительно легкий, интересный собеседник я, конечно же, хочу в завершении беседы еще, чтобы мы с вами просто поблагодарили и, наверное, гост нашей федерации, да, потому что вот даже создать эфир, даже с нашу большую отметить кого мы благодарили на федерации? я поблагодарил всех федераций каждого и каждого сотрудника абсолютно всех, потому что федерация реально делает, ну не реально это не то слово, а эфир действительно федерация делает большую работу для поддержки своих спортсменов, для их развития стимулирует достижение новых высот ну, то есть, ощущается поддержка и на юношеском уровне, и на мужском уже то есть, там и там нас поддерживают поэтому федерация делает большую работу нам предоставляет все условия я это уже говорил на радио Зенит наша задача есть побеждать ты побеждаешь, ты чувствуешь, что это не просто так что у меня есть федерация, есть своя команда тебя все поддерживают, тебя люди знают мотивация еще больше становится появляется еще больше мотивации выигрывать конечно же, мы должны сказать спасибо огромное Максиму Владимировичу Жукову потому что тоже поддержать такой проект прямых эфиров и вот это тоже сегодняшняя локация конечно же и Максиму Калачеву спасибо большое и благодаря этому проекту вы можете следить за действительно сегодняшним состоянием дел в петербургском, российском боксе я думаю, что у нас такая передача, она уникальная давай таки, да таких прямых эфиров больше нет конечно спасибо и Валерию Карасеву он всегда за камерой он остается за кадром но делает большую, огромную работу по популяризации и такой медиации современной питерского бокса что ж, действительно огромная работа делается и у нас большая редакторская группа что нибудь еще сходите сказать пользуясь эфиром, пользуясь тем, что смотрят ваши друзья в Кингисепе смотрят в принципе, сказал все, что хотел не менее больше ну что ж, у нас тоже больше вопросов нет я думаю, что они будут еще накапливаться со временем ваших новых побед дорогие друзья, конечно же с большим удовольствием я еще раз сделаю акцент на двух вещах что сегодня наш эфир прямая трансляция во многом экспериментальная проходила не из офиса, не из студии а вот из такого замечательного барбершопа единственного, наверное, в истории бокса который находится на Байконурской улице 22 приходите сюда просто отдохнуть сделать современную прическу это действительно не реклама, поймите это действительно такая современная современная история современное ощущение жизни ну и еще раз с большим удовольствием повторю что сегодня у нас в прямом эфире был замечательный боксер петербуржец финалист Никипера Денисова и победитель первенства России и спартакиада учащихся Владимир Ермаков кстати, а как у вас по отчеству? Алексеевич Владимир Алексеевич Ермаков, спасибо Валерий, тут у федерации есть есть хорошая надпись сильный и сильный приходите за новыми прическами круто быть сильным а еще лучше быть и стильным и сильным взятки